Будешь ли ты дальше грешить? Эти слова Андрей Смирнов помнит до сих пор. 2013 год, жаркий Кипр, мужчина вместе с семьёй приехал на отдых. Тогда он веровал в Господа, но не был воцерковлён. В ночь на Пасху они впервые отправились на службу в горную Киевскую обитель. Молились, чтобы сестра Андрея выздоровела. Накануне она оказалась в реанимации с острым панкреатитом. Мы простояли всю пасхальную службу, помолились, и чудесным образом сестра, после того, как помолились, она буквально к утру уже стала идти на поправку, и очень интенсивно. То есть мы поняли, что это первое такое было чудо. После такого зримого чуда семья приняла решение обязательно побывать у апостола Андрея Первозванного. Дорога дальняя, но Андрей решает, съездить нужно обязательно. И мы приехали, и там в голове услышал мне свой голос. И голос задал мне, в общем, ключевой вопрос. Будешь ли ты и дальше грешить? И я понял, что вся глубина вопроса была настолько весомой. Ну, в общем, я, конечно, не мог дать однозначно ответ. Я заспорил внутренний диалог у меня. Начал все такой, ну что, как же можно без греха жить? Это же жизнь станет пресной, и абсолютно невозможно, так сказать, жить в радости, если греха не творить. Как же это может быть? Ну, в общем, в таком вот, к примеру, настроении и уехал из монастыря. Этот внутренний разговор озадачил Андрея. Мужчина был уверен. Так к нему обратился апостол Андрей Первозванный. На следующий день Смирновы отправились на пляж. Искупавшись в море, Андрей обнаружил ожог от медузы на своей руке. Просто такое красное пятно. Ну, ожог. Равномерное красное пятно. Мы поднялись в ресторан, смазали спиртом это пятно. Но где-то через полтора часа я решил посмотреть, а как там ожог-то поживает? Ну, он не болел, не беспокоил меня. И вот это был момент моего обращения к Господу Богу, потому что все вопросы отпали, потому что на руке на своей я увидел букву А. То есть апостол Андрей прямо поставил, так сказать, автограф на моей руке при помощи ядовитой медузы. Это настолько потрясло мужчину, что в его голове полностью сложилась картинка. Это апостол Андрей Первозванный вылечил его сестру. Это он задавал вопросы о жизни во грехе. Это он послал зримый знак в виде буквы А. Уже на следующий день мужчина вновь стоял в монастыре апостола со словами благодарности и обещания. Тут я уже, конечно, не услышав никакого голоса, дал обещание апостолу Андрею жить уже другой, воцерковленной жизнью, постепенно идти по пути христианскому. И пошел вот по этому пути. Причем сразу же получил такое обетование интересное. Ну, тоже с тех пор мы живем в потоке чудес всей семьей. Конечно, если мы искренне от сердца к Богу обращаемся, то Бог обязательно нам ответит. Каким-то одним образом, или другим, или третьим. И зависит от того, насколько человек способен это услышать. В данном случае, в случае Андрея, да, Бог ему ответил тем способом, которым ему было понятно. Он понимает, что Андрей уже к Андрею обращался, и вот тебе печать на руке, факт на лице, как говорится. А, пожалуй, самым сокровенном чуде, произошедшем в семье Смирновых, нам решила рассказать супруга Андрея, Мария. Как-то раз по телевизору она увидела программу просветителя Спиридона Тремифунского. С той минуты у женщины не было сомнений. Если она приложится к мощам святого, то чудо произойдет. Я уже знала, о чем я буду просить святого Спиридона. Я хотела, чтобы для моей младшей дочки, чтобы у нее был кто-то тоже, потому что все старшие дети выросли. Некоторые уже жили отдельно. Я хотела, чтобы у нее была или сестра, или брат, но кто-то, кто будет рядом. Потому что она еще была очень маленькая. Мы уже хотели ребенка, но у нас никак не получалось уже некоторое время. Через некоторое время супруги действительно отправились в путешествие на остров Корфу. Но сразу попасть в храм, где лежат мощи святителя Спиридона, супругам не удалось. Потому что святой Спиридон не всегда пускает всех. Нужно подождать. Мы пошли погулять рядом, там торговые улочки такие. И вот мы стали ходить, ну, просто смотреть, проводить время до пяти часов. Как мы думали, что в пять часов откроется храм, нас пустят, откроют мощи. И вдруг в каком-то маленьком магазинчике на меня что-то сверху падает. Я не понимаю, думаю, что это, и ловлю, смотрю, и вот такая куколка на меня упала. Как только Мария приобрела куколку, тут же в лавку вбежала женщина. И спросила у Смирновых, успели ли они приложиться к мощам Спиридона Тремифунского. Выбегает женщина из храма, говорит, идите скорее, потому что сейчас все закроется. Мы пришли, ну, я не знаю, о чем молился супруг, но вот я просила, чтобы для моей дочки, или брат, или сестру, чтобы у нас был ребенок. В последний вечер путешествия Смирновы гуляли по берегу моря и наблюдали восход луны, как когда-то, когда Мария была беременна дочкой. И это был как раз вот тот самый знак, который с нами, то есть мы еще ничего не знали, у нас еще не было, но Святой Спиридон уже дал нам такое обещание, что не волнуйся. То есть я еще только намерение высказала, а уже он сказал, что не волнуйся, Маша, будет у тебя еще одна дочка. И вот теперь нас уже еще стало больше. О чудесных историях Андрей Смирнов слышал немало. Он журналист и вместе с коллегами два года назад выпустил книгу о Божьей помощи. Впрочем, эту книгу так бы и не увидел свет, если бы однажды семья Смирновых на своем примере не ощутила чудо Господне. Светлана Черненко, Иван Славов и Антон Корякин. Телеканал Спас.